МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город, готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Казнить нельзя, помиловать. Все стороны конфликта, происходящего вокруг санатория Старица, собрались за круглым столом. Альберт Слюсарь ушел из жизни. Чтобы проститься с героем России, собрались сотни людей. Сирена вместо будильника. В Рязани сработала система оповещения об опасности. И мультика Рязани. В коротком ролике аниматор показал лучшее, что есть в нашем городе. Конфликт руководства санатория Старица и жителей села Заборье, который начался в августе этого года, длится до сих пор. Положить конец ему не смогло ни судебное решение, ни предложение властей использовать альтернативный проезд. В четверг, 9 ноября, в региональном ОНФ состоялся круглый стол, на который были приглашены все стороны конфликта. Чем закончилась встреча, узнаем из следующего материала. С жителями села Заборье наша съемочная группа познакомилась в августе этого года. Именно тогда стал назревать конфликт между руководством санатория Старица и владельцами домов, подъездная дорога, которым оказалась в частной собственности санатория. С тех пор прошло уже три месяца, а ситуация не только не разрешилась, но и наоборот, достигла критической точки. Именно поэтому региональное отделение Общероссийского народного фронта решило собрать все стороны конфликта за круглым столом. На предложение откликнулись представители власти и, конечно же, жильцы села Заборье, которые изложили предысторию конфликта. Все дело в том, что дорога, по которой на протяжении 20 даже более лет жители проходили к своим домам, начиная с 1989 года, когда санатория еще даже не было, оказалась в частной собственности. В частной собственности она оказалась, начиная с 2007 года. Причиной этого стало то, что при продаже земельного участка не было проведено межевание, так как в постановлении главы администрации указано обременение непосредственно обеспечить свободный доступ жителям, который находится справа. Это мы и слева, вот представитель еще сидит. Но не было проведено межевание. Кадастровый паспорт на момент заключения сделки в Росреестр никто не предоставил, в связи с чем это обременение осталось на бумаге. Вот и получается, что на сегодняшний день руководство санатория Старица жителям ничего не должно и действует в рамках закона. Кроме того, директор санатория Екатерина Агеева выиграла уже не один суд. Именно по решению суда жителям спорных домов села Заборье сегодня запрещено пользоваться дорогой, находящейся на территории санатория. Сама Екатерина Агеева на круглый стол не пришла, зато прислала письменное обращение. Также свою позицию директор санатория Старица изложила в письменном виде для нашей телекомпании. По факту жители села Заборье пользуются специально выделенными для этой цели подъездами и улицами. И только несколько человек, которые долгое время незаконно использовали территорию медицинского учреждения, пытаются с помощью привлечения средств массовой информации, создания общественного резонанса, захватить часть земельного участка, находящегося в собственности санатория в личном пользовании. Кроме этого, активно используется термин «конституционные права граждан». Никто не хочет разобраться в том, что на самом деле гражданами с конституционными правами являются люди, проходящие лечение по санаторно-курортным путевкам и сотрудники, силами которых оно производится. На территории предприятия организован цикличный процесс лечения, размещения питания и проведения досуга. Территория в соответствии с проектом разделена на зоны, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятия. В зоне, которая стала предметом охоты соседей, расположены хозяйственные постройки, объекты повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством, нахождение посторонних лиц в ней категорически запрещено. Кроме того, здесь хранятся товарно-материальные ценности, крупногабаритные узлы и механизмы, сезонный прокатный инвентарь, строительные материалы, контейнерные площадки с бытовыми, медицинскими, а также производственными отходами. Что касается обременения, то в ходе многочисленных проверок выяснилось, что никакого обременения не могло быть зарегистрировано в силу закона, поскольку к домам был и есть законный подъезд. А ограничения на смежный участок могут быть наложены в случае отсутствия возможности проезда. Плюс ко всему и сама смежность отсутствует. На сегодняшний день, по словам жителей села Забори, санаторий Старица возвел четырехметровую стену, которая блокировала калитки жильцов, выходящих на дорогу, являющихся предметом спора. Мы выехали, посмотрели, да, действительно, где был выезд со стороны домовладения, жителей, которые проживают в Заборе, да, на тот момент воздвигло, значит, вернее, полным ходом шло строительство Забора. Вот когда мы задали вопрос директору санатория Старица, она нам ответила так, что земельный участок находится в частной собственности, и в целях обеспечения, значит, хозяйственной деятельности санатория Старица, значит, она, администрация санатория, вынуждена возвести Забор. По большей части все решения, в том числе и те, которые были вынесены судом, опираются на тот факт, что у жильцов данных домов есть альтернативная дорога. Ну, покажите, три месяца, это как в Маяковском, прозаседавшиеся, заседаем, все, все уже прозаседали, выезжайте, сделайте комиссию, у нас есть градостроительство, у нас архитектура есть, выйдите, покажите, где точки. Вот, да, вы можете там, там, вот, господа, вам точки, муза, поняли, стройте дорогу. Есть альтернатива, мы построили, завтра придет такой же Вася и скажет, что же, дорогая моя, это моя земля-то, и все, и куда я дальше пойду? Никто не хочет заниматься этим, вот в чем вопрос. Мы не говорим какие-то претензии к госпожи, там, Агеевой, да, у нее свои, она свои, как бы, отстаивает, но мы-то свои тоже должны отстаивать. Глава Заборевского сельского поселения Виктор Сидоров готов не только показать, но и довести имеющийся альтернативный проезд дома. Эта территория дороги общественной пользы, да, она относится к городу, поселку Солочи. И по этой дороге, когда строились дома поселка Солочи, и вот эти скандальные дома нашего района, по ней всегда ездили. Да, на сегодняшний день, естественно, жители этих спорных домов, они там все там облагородили у себя, более 20 лет проезжали по территории санатория Старица. Но, господа, есть закон, есть решение суда, все, что касается по ту сторону забора, это не мое. Все, что касается альтернативной дороги, я уже предлагал и готов сделать. Но мне было сказано, культурно вежливо, сидя ровно и никуда не суйся. Я сижу ровно, жду, когда все это надоест, и мы им сделаем дорогу. Возникает вопрос, почему власти ждут согласия или несогласия жителей, а не обеспечивают им нормальные условия проживания. Наша съемочная группа выехала в село Забори, отыскала эту дорогу, но проехать по ней не решилась. Также на круглом столе присутствовали люди, которые только в сентябре этого года приобрели участки и сегодня не имеют возможности подвозить строительные материалы и начинать обустраивать свою землю. При продаже именно спорная дорога была указана как единственно возможная для подъезда. Конечно, у каждого своя правда, но, по всей видимости, чиновникам придется постараться разрешить этот конфликт так, чтобы обе стороны остались довольны. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Во вторник в Рязани простились с героем России Альбертом Слюсарем. Гражданская панихида состоялась в здании музея ВДВ. Похоронили Альберта Слюсаря на Скорбящинском кладбище. Рязань простилась с героем Советского Союза, почетным гражданином города, генералом-лейтенантом Альбертом Слюсарем. На гражданскую панихиду в музей истории ВДВ шли нескончаемым потоком. Людей было настолько много, что на улице стояли сотни, несмотря на ливень. А дать дань памяти герою пришли его родные, друзья, сослуживцы и просто незнакомые люди. И все как один повторяли – ушел человек, ставший легендой еще при жизни, настоящий герой своего времени. Редко бывает, когда человек при жизни становится легендой. Вот Альберта Дакимович был легендой. У него на груди была звезда Героя Советского Союза, но он был героем во всем. Вот во всем – в семейных отношениях, в дружбе, в работе, в застолье. Он всегда был героем, он всегда был лидером, он всегда был первым. И, конечно, для нас, для всех – это такая эпохальная потеря. Вообще, человека с большой буквы, и недаром его называют человеком-легендой. Этот человек испытал простой, с простой крестьянской семьи, испытал все. И честно прожил жизнь. Вот есть с кого брать пример. И нам, ветеранам, а молодому поколению тем более. Всегда его знаю как честного, добросовестного, принципиального командира. И сейчас вот вы наблюдаете, здесь такая масса людей. К плохому человеку не пойдут. Он был хороший человек, он был настоящий человек. Был другом, отцом, наставником моим. Это был настоящий командир, воспитатель, который понимал с полуслова тебя. И всегда где-то свои действия мысленно сверял. А как бы он поступил? Это просто был прекрасный человек и настоящий командир. Его ставили в пример еще при жизни. А сегодня вспоминают. Командиром Альберт Слюсарь был строгим, но справедливым. Такие вот отношения, семейно-служебно-бытовые, так можно сказать, они были такие человеческие и остаются человеческими. Вот. И поэтому я благодарен, конечно, что судьба свела меня с этим человеком. Вот. Я многое взял от него. Это прекрасный пример для подражания. И по жизни, когда я служил, мне очень многие вопросы, очень многие служебные дела. Я, конечно, делал и равнялся на своего командира. Альберт Слюсарь ушел из жизни на 79-м году. Все его награды посчитать трудно. В Рязань он приехал в 84-м. До этого 4 года служил в Афганистане, где во время боевых действий был командиром 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. После Афгана в течение 12 лет возглавлял Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. За эти годы сумел воспитать героев России. Отдать дань памяти начальнику сегодня приехали в Рязань специально. В первую очередь надо думать о родине, о задаче, о судьбе своих подчиненных. Что всегда надо стремиться выполнять задачи выше, чем качественно. Вот такие добрые слова. И знаете, он прививал именно через это любовь к родине, профессии, к ВДВ. Он всегда говорил, что надо гордиться тем, что вы принадлежите такой славной, как городе ВДВ. После гражданской панихиды траурная процессия отправилась на Скорбячинское кладбище. По пути шествия колонок к месту захоронения движение транспорта в городе было приостановлено. Это был действительно боевой, очень строгий командир, но в то же время настоящий батя. Потому что всех, кому он дал служебную жизнь, все, кому он помогал, все помнят о нем. И сегодняшнее прощание говорит о многом. Похоронили Альберта Слюсера со всеми почестями. А спустя несколько минут после того, как на могилу упала последняя гор земли, люди буквально засыпали ее цветами. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани разработают новую концепцию развития городского транспорта. Ее основные положения описаны на сайте администрации города Рязани. По проекту планируется обновление и расширение парка муниципальных транспортных предприятий, оптимизация количества маршруток, а также создание выделенных полос для общественного транспорта. Вряд ли рязанским автомобилистам сегодня придет в голову отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Однако именно к этому стремятся власти города, понимая масштабы имеющихся проблем. Так, на сегодняшний день в городе Рязани на маршрутах муниципального транспорта работает 110 троллейбусов и 66 автобусов. После осмотра подвижного состава начальник управления транспорта Сергей Кулик отметил, что 50% парка уже морально устарело и требует обновления. Для того, чтобы исправить ту ситуацию с общественным транспортом, которое сложилось в городе, власти Рязани разрабатывают концепцию развития пассажирского транспорта, которую планируют внедрить с 2018 года на пятилетний срок. Основные ее направления – это развитие городской маршрутной сети, подсчет пассажиропотока, определение географии передвижения пассажиров по маршрутам. Все вы знаете, что у нас микрорайоны расстраиваются, то есть должна быть транспортная доступность определена в полном объеме, для того, чтобы те или иные люди, пассажиры, могли добраться из точки А в точку Б за малый период времени. Также планируется создание выделенных полос для общественного транспорта, благоустройства остановочных пунктов и обновления парка муниципальных транспортных предприятий. Начало этому уже положено, так из Москвы в наш город поступят 10 троллейбусов и 20 автобусов, которые соответствуют всем требованиям перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. В администрации подчеркнули, что проект поможет увеличить транспортный поток. Предполагается, что с развитием системы горожане будут чаще и с большим комфортом совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному. 2017 год объявлен Годом гражданской обороны в МЧС России. По этому поводу по всей стране регулярно проходят различные учения и профилактическая работа с гражданами, чтобы в случае опасной ситуации взаимодействие структур с людьми оказалось оптимальным. 14 ноября в Рязани дважды можно было услышать сигнал гражданской обороны, который как раз призвано оповещать граждан о надвигающейся опасности. Учебная тревога прозвучала в 7.40 утра и в 14.20 дня. Ее запускали из разных точек. Первым на связь вышел оперативный дежурный главного управления МЧС, второй – из запасного пункта. Проверяли готовность системы оповещения населения в условиях чрезвычайных ситуаций и начала военных действий. Каждый житель должен, услышав этот сигнал, прийти на рабочее место, либо домой, если это в нерабочее время, включить телевизор на первый, либо второй канал, либо радио «Радио России» или «Маяк». И там уже слушать дальнейшие инструкции, информации от нашего оперативного дежурного. В Рязани установлено более 20 сирен, еще 100 разбросаны по территории всей области. Они висят около стратегически важных точек населенных пунктов – школ, больниц, зданий администрации и площадей. Однако на этом действия сотрудников МЧС не заканчиваются. Ручные сирены, электромегафоны, сигнальные громкоговорящие устройства установлены на пожарных автомобилях, на автомобилях скорой помощи, на автомобилях полиции. И также подворовый обход специалистами муниципальных образований. Однако главная система оповещения проверку не прошла. В некоторых районах области тревогу так и не услышали. Проблема в том, что система была установлена еще в 1989 году и сильно устарела. Каждый год ее частично модернизируют. Какой участок заменят в этот раз, пока неизвестно. В течение недели сотрудники МЧС будут изучать полученные данные. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мемориальную доску с именем последнего российского императора открыли во вторник, 14 ноября, на здании вокзала «Рязань-1». Событие приурочили к визиту княгини Марии Романовой, которая отметила важность этого памятника. Как отнеслись к событию рюзанцы – другой разговор. Сегодня мемориальную доску открыли, посвященную императорскому дому. Вы знаете о существовании такого? Да, я слышала. Как думаете, эта доска нужна в Рязани и зачем, если нужна? Ну, конечно, по памяти, как говорится, была о этом человеке. Как сказать, Николай II – это правитель. Нужна, не нужна, не знаю, насчет Рязани, сама не рязанская. То есть, чем с историей связано, не могу сказать. Николай II – это правитель. Вы знаете о том, что сейчас в Испании существует российский императорский дом, где якобы наследники Романовых? Ничего не знаю, извините. Нет, к сожалению, нет. Нет, не знаю. А знаете, что они приезжали в Рязань, и императрица открыла мемориальную доску, посвященную Николаю II? Нет, не знаю. А скажите, как думаете, нужна ли такая мемориальная доска нашему городу и зачем? Почему мы должны помнить императора Николая II? Не могу ответить. Слышали о том, что есть российский императорский дом, где наследники Романовых, и он в Испании находится? Нет, не слышала. А как думаете, важно помнить вот эту историю Романовых? Конечно, важно. Конечно, важно чтить, помнить всех наших дедов, прадедов, все, чтобы как наши потомки сражались, как что это было. Конечно, детям, чтобы нашим было потом, а то дети наши ничего не знают. Да, что спроси. Да я и то взрослая, и то, может, многого и не знаю. Княгиня Романова открыла мемориальную доску Николаю II. Проливной дождь не помешал церемонии возле железнодорожного вокзала «Рязань-1». Мемориальная доска появилась в память о пребывании в городе императора в 1903, 1904 и 1914 годах. Здесь его встречали тысячи рязанцев, и для многих это было настоящим праздником. Открытие мемориальной доски не только день памяти, но и уважение, призыв ко всем помнить и знать нашу историю, для того, чтобы по-настоящему служить Родине, отметил зампред правительства Сергей Филимонов. Княгиня Мария Романова поздравила собравшихся с открытием мемориальной доски и сказала, что у всех нас появляется больше памятников, которые дают возможность помнить великую историю. Государь Николай II, по словам Марии Романовой, говорил, что не зло победит зло, а любовь победит зло. Дай бог, чтобы наши дети знали свою историю. Без нее будущее невозможно. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Реклама молочных смесей и донорское молоко могут оказаться под запретом. Соответствующей инициативой выступила Общественная палата Российской Федерации. Был предложен законопроект о сокращении количества рекламы молочных смесей для младенцев в возрасте от 0 до 12 месяцев. Кроме того, общественники просят Минздрав разработать национальную стратегию возрождения грудного вскармливания в Российской Федерации. О том, почему не стоит кормить ребенка смесями, мы выяснили у врача не анатолога, а властной детской клинической больнице Марии Новиковой. Ограничение на рекламу детских смесей, бутылок и пустышек принято в 70% странах ООН. Ввести маркетинговые правила планируют и российские власти. При этом речь идет только о рекламе изделий. На их продаже проект не отразится. Врачи поддерживают инициативу, ведь из-за идеализации искусственного вскармливания все больше женщин отказываются от кормления ребенка грудью. Здоровье населения, в принципе, повысится. Дети на грудном вскармливании показывают интеллектуально высший уровень развития, творческие способности развиваются, речевой аппарат до двух лет лучше развивается, потому что регулярно происходит правильная тренировка нужных мышц лица. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить грудью детей до двух лет. Научно доказано, что при этом между мамой и ребенком возникает особая эмоциональная связь, благодаря которой уменьшается агрессия внутри семьи. Способствует уменьшению заболеваемости детей, уменьшению смертности детей до двух лет, уменьшению таких серьезных заболеваний, как бронхиальная астма, сахарный диабет. Для мамы полезно грудное вскармливание тем, что уменьшается рак молочной железы, рак яичников. Чем дольше осуществляется грудное вскармливание, тем лучше для обоих и мамы, и малышей. Кормление грудью – это исконно русская традиция, однако она прервалась в начале 20 века из-за многочисленных войн. Мужчинам приходилось уходить на фронт, и женщина стала основной рабочей единицей. Чтобы заботиться о семье, она выходила из декрета уже через 3-6 месяцев. И вот такого успешного грудного вскармливания до года и далее нет у наших бабушек. Соответственно, они не могут передать этот опыт мамам нашим, мамы наши нам и так далее. То есть для этого существуют консультанты, которые поддерживают родителей. Согласно исследованиям, сегодня только 2% женщин в мире не могут кормить грудью своих детей по медицинским показаниям. Если это однократное использование, то есть если маме, например, надо отлучиться на пару-тройку часов куда-то, есть определенные действия, которые мама может совершить. То есть сцедить молоко заранее, подготовить его, заморозить, и потом разморозить и родным объяснить, как ребенку докормить. То есть, в принципе, однократное использование смеси, оно неоправдано. Использовать же смеси оправдано в случаях, если мать и ребенка разлучили. Например, она легла в больницу, а собственный банк сцеженного молока сформировать не успела. А также в случае, если ребенок остался без попечения родителей, а заботу о нем взяли на себя родственники. В остальных случаях врачи рекомендуют не прерывать грудное вскармливание. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Молодой рязанский аниматор создал мультфильм о Рязани. В трехминутном ролике он с юмором рассказал о главных достопримечательностях города и о том, чем может гордиться Рязань. Его внимание привлекли музей леденцов, воздушно-десантное училище и, конечно, грибы с глазами. Задание по истории превратилось в мультфильм. Для школьного конкурса Владислав Колосов за две недели сделал ролик о Рязани. Молодой человек применил профессиональный подход. Первая неделя у него ушла на сбор информации, написание сценария и создание раскадровки. Просто вспоминал то, что я знаю о Рязани. Информацию искал в интернете в основном. А видео для мультика я снимал в дождливую погоду, бегал по Рязани, промок до нитки. Еще неделю молодой человек рисовал и собирал будущий мультфильм. Работа кипела днем и ночью. Короткий сценарий на треть листа А4 вылился в почти четырехминутный ролик. В нем 19 небольших юмористических сцен. Мне нужно было придумать такого прикольного в кавычках персонажа. Чтобы он выглядел и как бы национальным костюмом рязанском причем. И был он довольно-таки интересен для молодежи. Сидел, рисовал, перебирал множество персонажей. Ну то есть там первый, второй и самому такого понравившегося. Я выбрал как бы для мультика. В мультфильме можно встретить Зубров и Журавлей, Рязанский Кремль, Собаку на ракете и конечно Сергея Есенина. Ролик набрал уже более тысячи просмотров. При этом Владислав Колосов самоучка. Вот уже четыре года он учится мультипликации по интернет роликам. Смотрел вот перепередачу про мультипликацию. Там все это рассказывалось. Мне стало интересно. И я как-то вырезал из коробки персонажей. И сделал такой тоже покадровый мультик. Мне это понравилось. То есть папа это все уже сложил. Я увидел свой мультик и подумал, что мне надо в этом продолжать. Потому что это довольно-таки интересный процесс. Молодой человек мечтает стать профессиональным мультипликатором. Уже сегодня он много экспериментирует с форматами и жанрами. Например, Владислав придумал использовать кофе вместо красок. А из творческого беспорядка создал необычные титры. Галина Ершова, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok